Более 12 часов длилось празднование Дня Победы в Абакане. Торжественные мероприятия начали с традиционного ритуала памяти возле мемориала воинской славы в Парке Победы. К вечному огню возложили венки и сотни живых цветов, ветераны, представители власти, общественных организаций, духовенства Абаканской епархии и все те, кто пришел почтить память солдат. Героям павшим и живым салют! Прямую трансляцию Парада Победы могли видеть все жители республики. Дорогие земляки и гости республики, поздравляю всех с Великим Днем 9 мая. Желаю всем мирного неба, счастья, благополучия и процветания каждой семье, нашей родной Хакасии и любимой, неделимой России. С Днем Великой Победы вас! По площади прошли представители всех военных и силовых структур Хакасии. Зрители смогли познакомиться с современной военной техникой, дислоцирующейся в наших частях. Парад собрал сотни зрителей, но главные участники праздника – это, конечно, ветераны. Сегодня в республике осталось всего 350 фронтовиков. Большинству из них уже за 90. Присутствовать на параде смогли единицы, но несмотря на столь почтенный возраст. 9 мая 1941 года они помнят, как будто это было вчера. 9 мая, в общем, только что средство руля я ездил в Берлин-Минск, это трасса. Только что в Германию вернулся, объявили победу. Отслужил в армии 7 лет и 8 месяцев. Мне 94 года. Это было в Будапеште, в Венгрии. В два часа ночи стрельба началась. Узнали, что победа. Ну и тут, значит, все подскакивают. Кто улыбается, кто поет, кто смеется, обнимается. Кто стреляет. Я тоже два диска выпустил автомата ППШ. В общем, радостность была. Это было на Курлянской группировке. Латвия, там немцев прижали к берегу морскому, 300-тысячную. Вот мы их держали. Не давали вырваться. То есть вы на передовой были 9 мая? Все время. А вот чувство вот этой вот радости, помните, как вы ликовали? Плакали. 9 мая для нашей страны – это особая дата. Она объединяет людей всех возрастов и национальностей. Практически в каждой семье есть герой, который внес свой вклад в общее дело победы. Если не на полях сражений, то в тылу. Только День Победы может подвигнуть людей прийти на праздник в любую погоду, потому что не прийти невозможно. Один из самых великих дней вообще в истории российской как таковой. Ну и мы пытаемся привить нашим детям определенные традиции, чтобы они с детства знали, что существует такой великий праздник. И продолжали эти традиции, чтобы знали, что такое война и чтобы знали, как важна победа в этой войне. Это память для нас, чтобы мы чтили подвиг наших предков, не забывали его. То есть всегда помнили, что они сделали для нас. 71-й, 9-й мая. Чем дальше от нас тот победный 45-й год, тем острее чувствуется необходимость сохранить и сберечь чувство гордости и благодарности всем тем, кто подарил нам победу и мир. Хочется верить, что малыши, сегодня сидящие на плечах родителей, став взрослыми, также придут на парад и приведут уже своих детей. По крайней мере 71-й год. Эту традицию в нашей стране соблюдают. Олеся Калиниченко, Антон Новожилов, Вести, Хакасия.